Протянуть руку помощи незнакомым людям может лишь неравнодушный человек с большим сердцем. Иногда достаточно просто выслушать и подарить надежду. В свой профессиональный праздник ветераны социальной службы принимали подарки, дипломы и памятные знаки. Посвятив большую половину своей жизни помощи другим, они знают главный секрет своей работы. Анатолий Поликарпов более 30 лет трудился для людей. Сейчас возглавляет совет ветеранов бывших работников горосполкома. Говорит, что в такую сложную профессию, как социальный работник, необходимо врать людей, подготовленных и сильных духом, которые не боятся начинать с самых простых задач. Вот, допустим, сейчас волонтеры. Да, возможно, в будущем это будут социальные работники. Понравится им заниматься, вот с людьми вот так общаться, не понравится. Кому-то, кого-то может от профессии встать. Театр Самарской площадь приготовил для приглашенных гостей спектакль. В зале не только ветераны, но и молодые специалисты, будущее социальной службы. Выбор профессии многие объясняют любовью к людям, желанием помогать безвозмездно, не ради наград. Здесь сегодня в зале собрались те люди, которые оказывают помощь совершенно разным категориям жителей нашего города. И мы очень часто забываем непосредственно об этих людях. И вспоминаем о них только. У нас есть один праздник – День социального работника. И мне всегда хочется несколько поклониться этим людям, которые приходят на помощь в самых тяжелых ситуациях. По уровню социальной поддержки Самарская область находится на первом месте в Приволжском федеральном округе. В каждом районе города двери социальных служб открыты для всех тех, кому нужна помощь и поддержка. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События.